Сначала, вы знаете, у меня всякие переживания есть, и всегда, когда есть переживания, хочется на основе этих переживаний поделиться с вами какими-то мыслями. Но я начал думать, стоит ли не стоит ли о своих переживаниях делиться, и понял, что они еще не закончены. Потом посмотрел на календарь и думаю, действительно, скоро Пасха, и хотелось бы нам уже больше и больше размышлять о страданиях Христа, о Его воскресении. Особенно о воскресении. И мы с детьми, например, договорились, что в эти две недели мы прочитаем все четыре Евангелия, именно последние главы. И попробуем их проанализировать и посмотреть, какие есть различия, какие есть общие черты, и что важно для нас, как Бог показывает в эти две недели, что происходило Иисусом. Ну и это хорошая очень практика, хорошая вообще размышлять, что с Иисусом произошло до того, как Пасху празднуем. Потому что там начинается эта праздничная суета, стол, там вместе посидеть и так дальше, а больше и больше углубиться в то, что Иисус пережил и то, что Он для нас делал. И хотел бы я с вами сегодня рассмотреть историю, которая была до въезда Иисуса в Иерусалим. Потому что въезд Иисуса в Иерусалим это пальмовая неделя, или вербная неделя по-украински в Украине. Это будет через неделю, а сегодня бы хотелось бы немножко более раннее событие. И это событие, после того, как я прочитал, я понял, что это такое, знаете, водораздел, или такое событие, которое стало для всех людей определяющим событием. И они после этого события, каждый для себя выбрал, на чьей он стороне, как он смотрит и как он дальше живет. То есть это событие, а именно воскресение Лазаря, это событие для многих людей, для большинства жителей Израиля, кто знал хоть немножко об Иисусе, стало ключевым событием, после которого он делал для себя решение. Делал для себя решение, что дальше делать в жизни, как дальше сопоставлять свою жизнь с этим удивительным человеком Иисусом. И сегодня тоже будет необычное такое, мои размышления с вами, это будет просто разбор слова, не тема, как обычно идут проповеди тема, и мы с вами размышляем о какой-то теме, а просто будем читать, и я буду останавливаться, комментировать, размышлять с вами. И поэтому, поскольку эта глава очень длинная, по-моему у нее 57 стихов, я вас попрошу, настоятельно прошу всех, кто мы там подсоединены, подключены, и когда будете слушать в Ютубе эту проповедь, пожалуйста, обязательно откройте Слово Божие, Иоанна 11 глава, и читайте, смотрите, подчеркивайте. Вы можете взять также листочек и выписывать для себя то, что вы для себя найдете полезным. Поэтому открываем все вместе 11 глава Евангелия Иоанна. И вот какие вопросы изначально хотелось бы, чтобы вы для себя заметили и размышляли, и замечали, когда будем читать. Кто участвует во всей этой истории, какие действующие лица в этой истории, какие персонажи, все. Как каждый участник этой всей истории, этой главы воспринимает для себя, или понимает, или интерпретирует все, что происходит вокруг него. Как он это понимает? Понимают ли все одинаково? Понимают ли все по-разному? Как каждый для себя это понимает? Для чего произошли все эти события? То есть причина, зачем это записано нам с вами? Как события в 11 главе повлияли и изменили всех действующих лиц? То есть как эти события, что произошло в жизни у других людей, у всех? И как эти, конечно, события и описание в этой главе, что произошло, влияет на нас? Каким образом мы воспринимаем? И я хочу с вами поделиться, что каждый из вас и я всегда воспринимаем по-разному. Как бы нам ни говорили, у каждого из нас своя интерпретация, своя точка зрения, свое видение, свои очки, можно назвать как хотите. Но каждый по-своему все воспринимает. И это удивительно. Это просто одни и те же слова, но каждый для себя в силу своего мышления, в силу своего воспитания, своего духовного состояния. Каждый человек по-своему воспринимает то, что слышит и видит. Вот эти вопросы давайте сегодня с вами попробуем разобрать. Первый, второй стих, Иоанна 11 глава. «Был болен некто Лазарь из Вифания, из селения, где жили Мария и Марфа, сестры ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своей». Это происходит, эти события происходят, значит, в Вифании. В Вифании, там две Вифании возле Иерусалима. Одна из них далеко, приблизительно 20-17 километров. А другая, это 2-3 километра. Вот здесь там будет потом говориться, сколько там стадий. 2-3 километра, вот там жили эта семья. До этого, в 10-й главе, если вам будет время и интерес, то вы прочитайте, что было несколько стихов в 10-й главе. До этого Иисус приходил в храм. Храм это Иерусалим, это колено Иудина, там живет постоянно, иудеи, поэтому, как и говорится, иудеи. И Он там говорил, что «Я и Отец одно, Я Сын Божий, и Его хотели там побить камнями». И это уже был второй случай, как Иисуса хотели побить и убить. Настолько они не воспринимали Иисуса. И это уже конец, это уже перед, перед, перед страданиями Иисуса. То есть, 3 года Иисус много-много обходил всю землю. И Галилею, и Иудею, и Самарию был, и в других землях был. Везде об Иисусе уже знали. И вот так Его воспринимают. Его не воспринимают, как Сына Божьего. И на Него уже злость у людей, и они хотят, иудеев именно, и они хотят Его побить. Поэтому в 10-й главе написано, что Иисус удалился в места, где проповедовал раньше Иоанн, креститель, и там уже учил своих учеников. Там Он рассказывал о приближающих Его страданиях, и учил их, что будет дальше. Вот там они находятся. Это приблизительно 1-2 дня пути туда. И Лазарь и Мария с Марфой, это семья, которую часто наведывал Иисус Христос. Видно, они были друзьями. И вот представьте, Лазарь, мы здесь слышим с вами, что он заболел. Ну, это долгая болезнь. Болезнь, которая продолжается. Они... Он страдает, они пытаются хоть что-то сделать, чтобы он выздоровел. Но приходит такой момент, что они понимают, ничего не происходит, ничего не помогает, извините. Ничего не можем мы сделать с этой болезнью. И поэтому они решают послать за Иисусом в место, в котором Его могут убить. Они знают, как иудеи относятся к Иисусу. Я чуть-чуть, как бы, контекст, чтобы было понятно, почему все эти события происходят. Они посылают за Иисусом какого-то своего друга, человека, туда, за Иордан, чтобы он пошел, сказал Иисусу, что болен и пришел обратно. И это фраза, что Мария, которая помазала Господа миром и оттерла ноги Его волосами своими, это описано для тех, кто уже знал приблизительно эту историю, чтобы они знали, что за Мария. То есть, это Евангелие описалось приблизительно в сотом году по Рождеству Христовому. И эти верующие все знали эту Марию. Читаем дальше. Третий стих. Сестры послали сказать ему, Господи, вот кого ты любишь, болен. Иисус, услышав то, сказал, это болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий. И здесь мы с вами видим, какие действующие лица перед нами предстают. Это посланник от Марии и Марфы, он приходит к Иисусу и говорит, тот, он должен сказать именно те слова, которые они сказали, тот, кого ты любишь, болен. Интересная формулировка, потому что они знают, что опасность ожидает Иисуса, когда он придет. И поэтому они так и осторожно ему говорят, что тот, кого ты любишь, болен. Мы к тебе нуждаемся. Приди, потому что без тебя мы не сможем ничего. Секунду, я проверю еще видео одно. Да. У меня другое видео снимает, чтобы потом в YouTube вкладывать в хорошем качестве. Так вот, мы видим, что приходит этот человек, и Иисус сразу говорит, это болезнь, не к смерти, но к славе, чтобы прославился Сын Божий. Иисус сразу знает, для чего эти все события происходят. Знал ли Иисус, вопрос такой у меня возникает, знал ли Иисус, что Лазарь на тот момент уже умер? Или знал ли Иисус, что Лазарь на тот момент еще больной, но скоро умрет? Давайте читать дальше. Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился. Странные стихи. Иисус любил, но пробыл два дня на том месте. И дальше, когда мы будем с вами читать седьмой, девятый и так дальше стих, говорится, что Лазарь уже умер. Иисус знал, что Лазарь уже умер. Поэтому эти стихи говорят о том, что когда посланник, этот гонец, вышел, и пока он дошел до Иисуса, к тому моменту уже был мертв Лазарь. И когда Иисус вернулся потом в Бифанию, как раз произошло этот период четыре дня, который мы с вами потом будем читать. То есть, скорее всего, когда уже пришел посланник, Лазарь был мертвый, и поэтому и такие стихи. Это болезнь не к смерти, но к славе Божьей. То есть, Иисус уже знал, что Лазарь умер. Это мое предположение, оно не сто процентов возможно быть верным. Но дальше мы знаем, что Иисус задержался. И здесь важная тема возникает для меня, например. Почему Иисус задержался? Может ли Иисус, можно ли Иисуса заставить, чтобы Он пришел тогда, когда Он нужен тебе? Можно ли Иисуса переубедить, чтобы Он побыстрее, побыстрее пришел? И если проследить в Евангелии, то можно увидеть такие интересные моменты, когда первое чудо в Кане Галилейской было, и мама говорит, вот смотри, там надо вино, сделай там. А Иисус говорит, что тебе, женщина, до этого? Всему свое время Иисус показывает. Потом еще такие случаи, когда к Нему родственные, Его братья и сестры пришли, Он тоже показывает, Бога нельзя контролировать, Богом нельзя манипулировать. Но Бог, мы как-то с вами тоже обсуждали эту тему, как четыре друга опускали Иисуса, к Иисусу парализованного. И Езекия тоже молился к Богу, за что ему болезнь. Но Бог слышит, но Бог сам знает, когда прийти. И поэтому, когда в этом мире происходит и пандемия, и когда происходит все-все, что происходит, и люди говорят, а где Бог был? Бог знает это все. Бог знает все происходящее событие, Бог все это знает. Просто человек хочет, чтобы ответ был сразу. Человек хочет, чтобы Бог сразу вмешался и все исправил. Но Бог знает время, Бог знает место, когда Он хочет совершить свое дело. И в этой истории как раз Иисус и показывает, Он знает, почему Он промедлил. Он знает, потому что именно для того, чтобы Бог прославился, как Он вначале сказал. И дальше мы увидим, почему. Еще вопрос у меня такой возникает, почему ученики не говорили, давай быстро идти, почему мы медлены. Там же Лазарь погибает, там он сильно болен. Как мы дальше прочитаем, это был друг не только Иисуса, но и учеников. То есть возникает вопрос, почему они никак не действовали. А на самом деле это страх их был, потому что они знали, если они пойдут, то их там или схватят, или сразу и убьют. Потому что они только оттуда выбежали. Смотрите, седьмой стих. После всего, после этих двух дней задержки, сказал ученикам. Они себе спокойно успокоились, ну гонец ушел и все нормально. Но он им говорит, пойдем опять в Иудею. Ученики сказали ему, рови. Давно ли у Иудеи искали побить тебя камнями, а ты опять идешь туда? Какой смысл? Зачем идти туда? Тебя опять побьют. Тебя опять схватят и в конце концов побьют. Это испугало их учеников. То есть, они по-своему интерпретировали Иисуса, они по-своему его слова. Они не знают, что происходит на самом деле. Они не знают, какой план у Господа. Но они по-своему интерпретируют. Это еще дополнительные действующие лица в этой истории. Мы видим Иисус, мы видим гонец. Теперь ученики уже подключаются. И каждый в этой истории по-своему все это понимает. Смотрите, Иисус отвечает им, 9 стих, не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. Странный ответ, на самом деле. Они говорят, зачем нам туда идти, если нас побьют? А Иисус им говорит, есть 12 часов. У иудеев сутки измерялись днем, 12 часами. То есть, если зимой короткий день, это тоже 12 часов. Если летом день, это тоже 12 часов. То есть, час там плавал. И день просто, это 12 часов. А когда уже нету дня, уже ночь, ничего не можно сделать. Там нету освещения. Только с фонарем можно ходить. Или с факелом. И поэтому все дела, которые ночью происходили, понятно, были не очень хорошие. И об этом написано, что ночью приходит вор. То есть, с темнотой связаны в том понимании. С темнотой связаны плохие дела. Иисус говорит, вот сейчас у нас время. У нас есть время еще для того, чтобы делать добрые дела. Но скоро уже придет тьма. Если вы помните, но теперь время тьмы, да? И Иисуса схватили именно ночью. То есть, к этому Иисус ведет, что сейчас пока еще есть возможность. Мы должны действовать. Есть время, чтобы действовать. И если это перенести немножко на нас, вот так вот в комментариях. В общем, видите, много тем поднимается в комментариях. И если это перенести на нас, то можно понять, что Господь дает нам время, чтобы Ему служить, чтобы делать доброе дело в своей жизни, чтобы познавать Бога, есть еще время. Есть еще те 12 часов. Но у каждого человека происходит момент в жизни, когда 12 часов заканчиваются, и наступает ночь. Именно, я не говорю физическая ночь, но вот познание Бога уже прекращается. И Господь дает все время время, чтобы познать Его. Но дальше, дальше Он говорит им прямо. Сказав это, 11 стих, говорит им потом, Лазарь, друг наш уснул, но я иду разбудить его. Опять Иисус не говорит им полностью прямо. И как они воспринимают? Они воспринимают, как, например, ученик и учитель. Они же ученики. Учитель говорит одно, а ученик совершенно по-другому понимает. Если вы вспомните себя в момент, когда вы в школе были, или сейчас вы слушаете его ученик в школе, то вы не всегда все понимаете то, что учитель говорит. И именно такое происходит с учениками. Они не видят всей картины, которую Иисус говорит. Они все равно все по-своему говорят. Ученики поэтому ему отвечают. Ну, что за проблема? 12 стих. Ученики ему сказали, Господи, если уснул, то выздоровеет. В чем проблема тогда? А Иисус им говорил о смерти его. Они думали, что он говорил о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо, Лазарь умер. Уже в тот момент Иисус знал, как мы с вами вначале предполагали и размышляли, то Иисус уже в этот момент знал, что Лазарь умер. Знал, потому что он Бог. Ему не нужно находиться где-то там. Иисус знает. Иисус знает, но он знает им время, когда ему нужно явиться и повлиять в нашей жизни. Довольно часто еще одна мысль из этого урывка. Довольно часто я себя ловлю на мысли, что я хочу понять, почему Бог делает то, другое, почему Господь так сложно сделал план спасения, почему Господь не делает облегчение в раз. Очень много почему, почему, почему. Но я потом, знаете, я увидел в этом отрывке, если я не могу правильно, если ученики не могут правильно даже понять Слов Господа, они не могут даже понять, что Лазарь умер из его слов. Хотя эти слова, кто-то умер, очень часто употреблялись. Если вспомните другие воскрешения, например, дочка Иаира, начальника синагоги, Иисус говорит, она не умерла, она спит. То есть, в его понимании это не смерть, она просто спит. И он может ее вернуть к жизни, вернуть к жизни полностью. И все смеялись над ним тогда. И они до сих пор не могут понять Слово Иисуса правильно. Они до сих пор в своем, хотя они три года уже прожили с ним, они проучились у него три года, но они до сих пор не могут понять, что Иисус говорит в своих словах. Иисусу нужно потом прямо говорить, четко, чтобы они понимали. Так вот, я начинаю для себя тоже понимать, что не все до конца я смогу никогда понять у Бога. И поэтому мои вопросы, почему, не всегда их стоит задавать. потому что лучше задавать Бог, что ты хочешь от меня, но не почему ты Бог это сделал. В этой истории как раз и показывается, что ученики не всегда правильно понимают, мы с вами не всегда правильно понимаем, что Бог делает, или что Бог делал, или что Бог сделает. Дальше мы с вами читаем, еще вводится новый действующий лицо Фома, тогда 16 стих, а нет, 15, простите, 15 стих, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему. Мог ли бы быть Иисус там раньше? Мог бы, да? Мог бы не допустить вообще, чтобы Лазарь заболел. Мог бы сделать так, чтобы Лазарь заболел, а он пришел и вылечил. Мог бы на расстоянии вылечить, как слугу сотника, что не нужно было идти, и сказал слуге сотника, ой, сказал пославшим солдатам, солдатам от сотника, сказал уже здоров. Мог же сделать. Ну, ничего нету для Бога невозможно. Но Бог имеет здесь свой определенный план. Для чего? чтобы вера укрепилась, дабы вы уверовали, чтобы вы уверовали. Цель это вера. Цель всех этих событий это вера. Если вы посмотрите в начале, для чего? Это болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий, чтобы прославился Бог. Здесь для учеников мы видим, чтобы они уверовали, то есть, они не до конца еще имели крепкую веру. И Бог радуется тому, что они теперь смогут иметь крепкую веру. И это чудо, чудо воскресения лазера будет вести их по жизни, и они уже будут на этом очень много строить в своем мышлении. Бог может воскресить кого хочешь. тогда 16 стих можем читать с вами. Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам, пойдем и мы умрем с ним. Пойдем и мы умрем с ним. Почему он это говорит? Потому что он понимает, там ищут ихней души, там хотят их побить камнями. И поэтому он не убегает, он не говорит, да ну это все, не хочу я. как многие ученики, когда узнали, что Иисус говорил про кровь, про плоть, развернулись и ушли. Иисус спрашивал своих учеников, если вы помните, а хотите ли вы тоже уйти от меня? Здесь Фома говорит, пойдем и тоже. Поэтому у меня такой вопрос к себе, к вам возникает, а пойдете ли вы, пойду ли я до конца за Иисусом, зная об опасности? Зная, что в конце пути, мы же не знаем, что впереди нас ждет. Но вот эта готовность идти за Иисусом, что бы ни случилось, в этом у меня к Фоме очень большое уважение и восхищение. То есть это как бы кажется смешным, ай, ну такой он что-то сказал странное, да, пойдем и мы. Но на самом деле здесь кроется позиция человека, что он говорит, я готов и так же само идти за Иисусом, что бы не произошло со мной. Готовы ли мы с вами идти до конца? Тоже одна из мыслей в этой главе, которая возникает. И я думаю, что после прочтения, после разбора этой главы, каждый из вас, как я говорил уже в начале, для себя возьмет что-то свое, что Господь ему проговорит. Могу ли я доверять до конца Иисусу, когда я за ним иду? Или я все-таки больше доверяю в чем-то себе? Доверяю ли я во всем Иисусу, когда я за ним иду? Эти вопросы очень важные были для Фомы, я думаю. Могу ли я идти за Иисусом, зная, что там меня могут тоже схватить и побить ко мне? Могу. Я даже пойду и умру там. Но самое интересное, что в конце в Гефсиманском саду, когда схватили Иисуса и он молился перед этим, Божий Отец сохрани тех, кого ты мне дал. То есть Господь молился, чтобы сохранил Отец учеников и с учениками ничего не случилось. И с Петром ничего не случилось, когда он трижды отрекался. Ничего не случилось, Бог сохранил. Поэтому вы видите, когда мы готовимся к Богу, мы готовы за Богом идти, Бог хранит свои детей. 17 стих, читаем дальше. Это уже история, когда Иисус пришел. Представьте, что они идут день-полтора и приходят. И в сумме это как раз эти четыре дня, два дня они ждали, день-полтора и шли, там еще, то есть как раз четыре дня, как Лазарь умер. Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня в гробе. Вифания же была близ к Иерусалиму стадиях пятнадцати. Многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о братьях. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему, Мария же сидела дома. Кто такие Марфа и Мария? Потом дальше открывается, что Мария и Марфа сделали большой банкет в субботу, следующую субботу после этих событий для Иисуса из благодарности, что Иисус сделал. И именно Мария из благодарности, что Иисус воскресил ихнего брата, как раз и вылила этот сосуд алабастерового масла и обмыла его своими волосами. И это в каждом Евангелии описано. Многие разные есть комментарии, разные есть мысли, что одни считают, что есть несколько историй о омовении ног Иисуса, другие считают, что некоторые евенелисты это скомпоновали в одну сторону, но здесь в Иоанне скорее всего очень четко это все показано, что именно Мария это та женщина, которая потом сидела у ног Иисуса, в Луке описано, что она сидела у ног, Иисуса слушала, а Марфа как раз заботилась о угощениях. И Марфа, Марфа, тебе одного не хватает, говорил ей Иисус. И поэтому это все будет потом. Но вот это событие, которое изменило как раз Марфу и Марию, которое стало вот таким водораздельным для них, это воскресенье Лазера, после которого эти две верующие женщины начали верить в Иисуса, верить и знать, что Он их спаситель. И именно здесь Иисус тоже работает над их верой, чтобы она выкристаллизовалась и стала ясной для них. И каждый из них потом берет для себя понятное служение перед Богом. И например Марфа понимает, что нужно все больше углубляться в отношении с Иисусом Христом и в благодарность к Иисусу. И ее действия, что она сидит у ног, что она омывает ноги, это проявление ее дальнейшей веры, после того, как она изменилась в этой истории. А Марфа для себя понимает, что надо служить перед Богом, нужно много служить, потому что я хочу так Богу угодить. И здесь для меня тоже одна из тем, которые тоже можно взять для себя на размышления из этой истории, как мы верующие, те, кто уже познали Иисуса, те, кто приняли Иисуса в свое сердце, как мы строим свои отношения с Богом, или мы как Мария ищем с Богом отношения и углубляемся в Слове, пытаемся наполниться Богом, или мы пытаемся угодить Богу своим служением, и чтобы Бог нас сказал, ты хороший, ты молодец, сколько ты мне служишь, и на этом строим свое упование, что Бог меня похвалит. Эти две модели для меня тоже важны, как я, иногда я то или то в своей жизни беру, иногда я думаю, надо много служить, надо быть полезным церкви, надо полезным быть Богу, или в другой момент я понимаю, что все мои дела ничего не значат, а надо на самом деле углубляться в познании Бога, углубляться какой Бог и что Он для меня сделал, а все мои дела ничего не стоят, и эти две модели это не то, что один человек такой, другой человек такой, эти две модели часто меняются в нашей жизни, и мы по-разному можем, исходя из этого, и действовать, и верить, и разные события в нашей жизни происходят, поэтому это тоже важно, вот этот момент немножко, чтобы вы сфокусировались и посмотрели как Бог действует, чтобы для себя посмотрели, а в каком состоянии сейчас вы находитесь, как вы Бога понимаете, наполняетесь ли вы Его Словом, или вы сейчас сосредоточены, что нужно что-то делать, чтобы Бог вас заметил, важно это, правда, и посмотрите, какой разговор происходит у Марфы с Иисусом, не у Марии, мы всегда думаем, Мария положительный персонаж, Марфа отрицательный, ну как брат, а здесь именно у Бог работает с сердцем Марфы, с ее верой, 21-22 стих, тогда Марфа сказал Иисусу, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой, но теперь знаю, что ты попросишь у Бога, даст тебе, немножко подумайте, что мы много молимся о других людях, вы болели, то вы тоже через это прошли, что болезнь, это не просто вот так мы взяли эту историю в 11 главе и прочитали, до этого долго болел Лазарь, и они прошли через все, что только могли, Иисус является последней уже надеждой, последней соломинкой для них, и они говорят, если бы ты здесь был, если бы, да, как часто в нашей жизни это возникает, если бы, Боже, почему, почему так происходит, если бы, и дальнейшее, что она говорит, но я все равно на тебя надеюсь, вот в ее понимании, я хочу, Боже, к тебе сказать, почему, но я все равно надеюсь на тебя, и вот этого, я все равно на тебя надеюсь, достаточно часто у нас, у верующих не хватает, и у Марфы тоже не хватает, потому что дальше вы увидите, что Господь ей говорит, я же тебе говорил, я же тебе говорил, что тебе надо вера, и Бог действует независимо от веры Марфы и Марии, потому что это его действие, у него нету какого-то измерения веры, банки с верой, вот теперь какой-то посудина с верой у меня полная, теперь я могу это чудо совершить, потому что они верят в меня, нет, нет, совершает чудо и воскрешение Лазаря независимо от веры Марии, Марфы и всех остальных, потому что у него есть план как раз эту веру возрастить в них и дать возможность и ученикам возрастать в вере, понимаете, мы часто думаем, у меня не хватает веры в молитвах, и поэтому Бог не отвечает на мои вопросы, на мои проблемы, на мои вопросы, но Бог ответит, когда Богу это нужно, Бог независим ни от нашей веры, Бог независим не от того, что я ему говорю, Боже, где ты был эти два дня, почему ты там пробыл еще в той земле два дня, почему ты не сразу пришел, почему ты не схватился и не побежал, Бог не зависит от того, сильно ли я пащусь, слабо я пащусь, молюсь ли я каждый день, молюсь ли я целый день, молюсь ли я один день, Бог независим от нас, Бог действует так, как Он хочет, но мы можем говорить Ему свои желания и приносить Ему свои желания и именно видя Его ответ, видя, как Он действует в нашей жизни, наша вера может расти. Удивительно. Смотрите, дальше 23 стих, 23 стих читаем, Иисус говорит ей, воскреснет брат твой, воскреснет, прямо говорит, воскреснет брат твой. Марфа сказала Ему, знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день Иисус сказал ей, я есть им воскресенье и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли ты сему? Удивительно. Веришь ли ты сему, что я говорю тебе, что Лазарь, ты Мария, ты Марфа, все, кто если умрет, то и оживет. Поймите, что миллиарды людей на этой земле живут в страхе смерти. И жизнь их постоянно заключается в том, что бы мне сделать, чтобы не умереть, потому что дальше неизвестность. И Пасха, которую мы будем с вами праздновать, Иисус, Иисус в путь по Голгофе на крест, Его воскресенье из гроба и Его вознесение, это является как раз самой большой победой над смертью, чтобы человек не имел страха, чтобы человек не плакал, чтобы человек знал, что бы ни произошло, я в руках Бога, и если бы даже я и умру, если даже я и умру, Господь меня воскресит к жизни навсегда. Веришь ли ты этом? Вот в этом как раз месте и находится вот та критическая точка, о которой я вначале говорил. Есть такое понятие, это фазовый переход или точка кристаллизации, когда лед переходит в воду или когда вода переходит в пары или когда вода переходит в лед обратно. То есть там есть такой момент, конкретный момент, там где что-то происходит и одно вещество переходит совершенно в другое состояние. Если говорить о социологии, то там есть такое понятие точка бифуркации, когда из хаоса переходит в порядок или наоборот из порядка переходит в хаос. Но всегда есть какой-то момент, когда человек решает, верит ли он этому? Верит ли он тому, что он видит? и как дальше строится его жизнь? Я вам скажу такую мысль. Если человек говорит я верю в Бога, но его жизнь никак не соответствует тому, что он верит в Бога, то есть он не ставит Бога на первое место в своей жизни, он не верит в Бога. Он просто признает, что Бог есть, но это не вера. Если же вы понимаете, что жизнь это не конец, а дальше существует продолжение в длиной вечность, тогда вы и вашу жизнь строите в соответствии с вашим знанием. Если вы верите, если я верю, если ты, дорогой друг, который слушает здесь меня, веришь, что есть жизнь вечная после смерти, то тебе придется и дальше свою жизнь менять. Тогда тебе придется и разбираться вот этот момент, когда ты признаешь, что дальше будет жизнь вечная, тебе придется сказать себе, а что я буду делать с этим всем? Верю ли я в то, что я воскресну? А каким образом я воскресну? А что мне с этим делать? И вот этот водораздел, веришь ли ты этому, это является как раз тем ключевым моментом, который стал для одних проблемой, камнем для спотыкания, а для других стал камнем для основы жизни. 27 стих она говорит ему так Господи я верю, что ты Христос Сын Божий грядущий в мир. Она признает, она не может понять всего. Я не могу понять всего. И вы тоже всего не можете понять всего плана Божьего. Но мы точно можем верить, кто такой Иисус Христос. Мы точно можем знать, что Он пришел для того, чтобы нас спасти и дать жить вечно и дать Можешь ли ты ответить так же как Март? Да, Господи, я верю, что ты Спаситель, что ты Христос, Сын Бога Живого. Ты не Учитель, ты не просто человек, но ты Сын Бога Живого. И ты пришел в этот мир. Можешь ли ты вот так сказать, как Мария? Тогда я вам скажу, дальше нужно свою жизнь смотреть и дальше поконяться и искать Бога и познавать Его. Ну что ж, дальше пойдем. 28 стих. Сказав это, пошла и позвала Тайна Марию, сестру свою, говоря, учитель здесь и зовет тебя. Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус, увидев его, упала к ногам его и сказала, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Снова мы с вами видим эту формулировку. Если бы ты был здесь, не умер брат мой, почему Божий тебя не было? И этот вопрос возникает у всех, почему Божия тебя не было? Этот вопрос возникает как у человека, который верит, что Бог есть, так и у человека, который не верит, потому что он как раз и не верит из-за того, что он Бога и не увидел в той ситуации, где он искал. А Бог говорит, в свое время я прихожу, когда мне это нужно. Но Иисус, и вы немножко представьте, вспомните последний момент, последний раз, когда вы были на похоронах. Состояние людей и ваше состояние, это состояние пронизывает, вы не можете прийти на похороны, даже если это не самый близкий родственник, и быть там веселым, с поднятым настроением. Все равно печаль вас окутывает так же самое, как всех остальных самых близких родственников. И это все происходит потому, что люди в печали, потому, что смерть имеет больше силы в этот момент в их жизни, чем сама жизнь. Они сталкиваются со смертью и видят вот наша преграда, это смерть, мы не можем жить вечно. Бог же видя всю эту печаль, и для меня это самый удивительный момент в Евангелии, что я знаю, что Бог чувствует то, что я чувствую. Вы представляете? Бог может чувствовать то же самое, что я чувствую, Он может плакать. Смотрите, мы прочитаем с вами. Если бы, да, 32 стих, если бы ты был здесь, а теперь 33. Иисус, когда увидев ее плачущую и пришедшей с ней иудеев, плачев, сам воскорбел духом и возмутился и сказал, где вы положили его, говорят ему, Господи, пойди посмотри. Иисус прослезился, тогда иудеи говорили, смотри, как он любил его. Иисус заплакал, Иисус заплакал, потому что он видит горе других людей и чувствует это горе, и через него это проходит. Как и на кресте прошли через него весь грех, который я сделал, весь грех, который вы сделали, ты сделал, человек, который меня слушает. Все Бог чувствует, Он прочувствует все, это не Бог далекий, это не какая-то сила, Это Бог, который стал человеком, который может чувствовать боль, может чувствовать горе, может чувствовать страдания и все, что происходит в моей жизни. Удивительный мой Бог Иисус Христос, что Он такой, что Он все сделал, чтобы я знал, как Он меня сильно любит. И это не просто какая-то история, это Иисус, который реально существовал. И Он делает так, чтобы евреи увидели, что через 4 дня можно воскресить и победить смерть. И она не имеет никакого влияния. Он знает твой страх в этот момент, который ты ощущаешь в жизни. Он знает мой страх. Он знает мои переживания за моих родных, которые сейчас болеют короной. Он знает ваши все переживания, которые проявляются, и вы не знаете, а что дальше? Что произойдет, когда пройдет коронавирус, когда все получат вакцину? А что произойдет с организмом, когда все получат вакцину? Какие возможны мутации, которые дальше коронавирусы нас ожидают в этом мире? А они ожидают, и они будут. Что дальше будет происходить? Когда Господь в конце концов, ты придешь, мы не знаем. Но Господь знает наши страхи. Он знает и может чувствовать, и Он знает это все. Он держит в своих руках все. Как Он и эту историю все держит в руках. Он знает, когда прийти. Дальше считаем 37 стих. Хоть эти иудеи не побили Его, когда Он пришел. Да, хотя они хотели недавно Его побить. Эти иудеи, которые из Иерусалима пришли, чтобы поддержать Марию и Марфу. Но они все же сказали, 37 стих, а некоторые из них сказали, не мог ли сей, отверший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер? Иисус же опять, скорбя внутренно, приходит ко гробу, то была пещера, и камень лежал на ней. Что это за слепой? Наверное, вы помните, это Варфоломей, который там при дороге сидел и кричал, Иисус, сын Давида, спаси меня. Они знают, что этот человек не простой человек. И они знают, он может сотворить чудо, почему он не пришел раньше. И это еще одни действующие лица в этой истории. Это эти люди из Иудеи, которые хотели Его, возможно, побить, Его осуждали, но в их словах не слышится, что они за Него, за Иисуса. В их словах больше слышится, что они против Иисуса, больше осуждают, мне так кажется. И я думаю, что эти люди смотрят на Иисуса и ждут, что Он сделает, как Ирод в свое время тоже хотел увидеть чудо Иисуса. Для чего? Для того, чтобы уверить, поверить или для того, чтобы просто, это как забава. И это еще одна группа людей, которые сталкиваются с Богом в своей жизни. И как вы реагируете на Божью весть, что Он является Христом, Сыном Божьим, посланным в этот мир? Как вы реагируете на это? Или для этого у вас просто параллельная какая-то реальность? Или вы за этим просто наблюдаете? Или вы принимаете это в свое сердце? Давайте читать дальше. 39 стих, кульминация. Иисус говорит, отнимите камень сестра умершего Марфа, говорит ему, Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он во гробе. Иисус говорит ей, не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью? Интересно. Получается, что без веры я не могу увидеть славу Божью. Не имеется в виду, моя вера влияет на воскреснет или не воскреснет, Лазарь. А имеется в виду, что без веры я не могу увидеть Бога. Без веры события могут происходить в этом мире. Может кто-то родится в этот мир, новая жизнь. И некоторые люди воспримут это, что это чудо Божье. Может начаться новый день, и для всех это закономерность. А для других людей это новый день подарен мне Богом. Может у вас здоровье хорошее, и некоторые люди будут думать, так и должно быть. Но другие люди будут думать, это милость Божья, что Господь ко мне такой милостивый, и дает мне здоровье сейчас. Дает мне новый день, дает мне возможности, дает мне время, которое я не могу просто так тратить. Тратить. И в этом как раз и ключ в познании Бога, в вере, которая дает возможность увидеть Его славу. Опять же я хочу вам напомнить, что эта глава дает очень много пищи для размышления в разных-разных аспектах, где вы находитесь. И поэтому возьмите для себя то, что вам нужно в этот момент. Пускай Господь Духом Своим Святым проговорит вам, что вам важно в этой главе. Но самое важное это то, что в любом действующем лице в этой истории Господь работает с верой человека. Он работает с верой учеников. Он работает с верой Марфы и Марии. И дальше вы еще больше увидите. Если у тебя есть вера, то ты можешь видеть славу Божию. Читаем дальше. 41 стих. И так отняли камень над пещерой, где лежал умерший. Иисус же возвел отче к небу и сказал. Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. И я знал, что ты всегда услышишь меня. Но сказал себе для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послала меня. Сказав это, он возвал громким голосом. Лазарь, иди вон. И вышел умерший, оббитый по рукам и ногам пригребальными пеленами. И лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им, развяжите его, пусть идет. Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в него. У меня такой вопрос возник, когда я это читал. Чем воскрешение Лазаря отличалось от других воскрешений, которые были у Иисуса Христа? Их было не так много описано, по крайней мере. Описано в Евангелии еще два воскрешения. Это воскрешение юноши, которого несли в похоронной процессе и по дороге. И Иисус как раз шел по дороге, я уверен, не случайно, и воскресил этого юношу. И отдал его живым маме, которая была вдовой. И, как уже упоминалось, дочка начальника синагоги, которая тоже умерла, и позвали Иисуса, и он воскресил. Чем отличались эти события? Вы знаете, я подумал, что отличались именно временем, что Лазарь уже четыре дня был в гробу. И, ну, о тех всех воскрешениях знали иудеи, знали и израильтяне. Но здесь это вызвало такой эффект бомбы. Просто все друг другу рассказывали, что Иисус. Никогда такого не было, чтобы человек, который начал уже разглагаться, чтобы этот человек вернулся к жизни. Интересно, я немножко посмотрел, что случилось с Лазарем. Во время гонений ему пришлось перебраться на остров Кипр. И потом Павел и Варнава его сделали епископом Кипрской церкви. И после своего воскрешения он еще прожил 30 лет и потом умер. И в Кипре есть церковь святого Лазаря. Я подумал, что это очень удивительное событие для всех старов. Что Лазарь стал для всех просто тем, мимо которого невозможно пройти. Одно дело, что Иисус говорит, я есть путь истина и жизнь. И ты должен верить этим словам или не верить. А здесь перед тобой человек, который уже начал разлагаться. Это не просто там, он может был в коме, он может там литургический сон был, или еще какие-то вещи. Или там это родители обманули. А здесь его положили, он уже начал вонять, извините. И он стал живой. От этого ты просто факта не можешь никуда деться. Это такой факт, с которым нужно в своей жизни как-то разбираться. Это то, что стало именно для всех жителей страны, всех жителей, которые знали об Иисусе. Это известие, что Лазарь воскрес, стало той точкой, как я говорил, бифуркации, после которой человек должен для себя понять, верю я в Иисуса, что Он Христос, или не верю. Верите ли вы, что Иисус не просто историческая личность, а Он тот, который побеждает смерть? Верите ли вы, что Иисус дает вам бесстрашие перед смертью? Он наполняет вашу жизнь жизнью вечной, которая дальше продолжается в вечности. Он сейчас наполняет человека жизнью вечной, чтобы дальше эта жизнь вечная продолжалась, после вот той небольшой секунды, которая просто выключает тело. Это очень важный момент, который происходит в жизни каждого человека. Принимает ли человек Иисуса в свое сердце, как Христа, Сына Божьего, который пришел в этот мир? И вот, как мы с вами видим из этой истории, это все было для того, чтобы многие иудеи, 45 стих, многие из иудеев, пришедших к Марии и видевши, что сотворил Иисус, уверовали в Него. И эти все иудеи, которые вы веровали, это является церковь, которая потом произошла в день Пятидесятницы. В один день пять тысяч людей покаялись перед Богом и сказали, мужик, братья, что нам делать? В один день, и потом прибавлялось и прибавлялось все больше и больше людей к церкви. Это то, что Иисус сделал. Не апостолы это сделали, а Дух Святой, Иисус Христос сделал это на земле, чтобы церковь росла. Именно с этого события начинается то, что многие люди для себя решают. Что я буду с этой информацией делать? Буду я верить или не верить? И вот некоторые, 46 стих, дальше с вами читаем. Некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда предсвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес сотворил. Творил. Еще новые действующие лица, новые люди, которые будут по-другому воспринимать всю эту ситуацию. Это совет, это фарисеи, это люди, которые имеют власть в народе. Люди, которые знают о Боге, люди, которые постоянно наблюдали за Иисусом. И я не сомневаюсь, что они знали о том, что его хотели побить камнями, потому что это происходило в храме. Если вы прочитаете предыдущую 10 главу, это происходило в храме. И вот они знают о нем, и они видят, что сыпется все из их рук. Он все больше и больше чудес. И какая возникла проблема, что плохого сделал вообще-то им Иисус, что плохого сделал Иисус для фарисеев, для элиты, для начальства. Ничего плохого. Но они говорят, 48 стих. Самое интересное, что это Евангелие писалось в конце столетия. И Израиля, и Иерусалима уже не было. То, что они боялись, то, что они боялись, что придут римлянам, так и случилось. Но не из-за того, что они сохранили Иисуса, и пришли, и преклонились, и признали, что ты Христос, Мессия, которого мы ждем. А именно из-за того, что они отвергли Иисус, когда шел и плакал перед Иерусалимом, говорил, вы не познали в тот час меня. И представляете, как читать это все тем людям, которые пережили эти все события, и смотреть, как все Господь сделал. Как произошло это все, что они не восприняли, ихняя вера не выросла до того, чтобы принять Иисуса Христа. И поэтому для нас с вами тоже, люди, которые слышат Евангелие, которые знают, что Иисус пришел в этот мир, вы знаете, мне трудно поверить, чтобы в Европе был кто-то, кто не знает, что есть Иисус. И эти все видео, которые в Ютубе иногда возникают, там, знаете ли вы, что такое Рождество, что это Пасха, и люди говорят, не, не знаю, на самом деле с детства в школах говорится, везде есть какой-то крест, везде есть какое-то маленькое упоминание. 0% информации ни у кого нету в Европе. И я не знаю, ну, знают, что есть Христос. Но не все его ищут. Особенно вот эти люди, которые в этой истории не искали, а боялись, что ихняя власть будет забрана. Элита, которая имела власть, они хотели, чтобы так все и оставалось, как есть. Люди очень часто в своей жизни не хотят изменений. Совершенно. Не хотят, чтобы в ихнюю жизнь приходил Бог и что-то менял. Потому что, ну, очень много нужно перелопатывать, очень много нужно менять. Не хочу. Я хочу все, чтобы так и осталось. Ты, дорогой друг, хочешь ли ты, чтобы в твоей жизни менял Бог твою жизнь? Или ты хочешь, чтобы все таки осталось, как и было? Чтобы, как и у этих фарисеев и книжники, и всей элиты, все так же самое оставалось. Но знайте, что потом будет. Будет потом разрушение. И потом они шли от креста, и многие разрывали и били себя в ручь, что мы наделали. Есть время, как говорил Иисус, 12 часов, когда можно познать Бога. Когда Бог говорит, я стучу в твое сердце, я открываюсь тебе. Веришь ли ты этому? Веришь ли ты тому, что я даю жизнь вечную? Как маленький комментарий, в 12-й следующей главе, когда Иисус въехал в Иерусалим, они говорили, те же самые люди, которые здесь боялись, они говорили, у нас ничего не получается. Все начинают верить в Иисуса. Все сыпется у нас из рук, у нас уходит. Мы ничего не можем, мы не контролируем этой ситуации. Давайте уже как-то решать это. Вот как бы картина этих, состояние этих людей, этих действующих лиц, которые узнали, что воскрес человек, который 4 дня пролежал гробу. И вот первосвященник, тот, кто предстоит перед Богом, тот, приходит к Богу один раз в год, приносит жертву за весь народ, который является тем, связующим звеном между Божьим Словом и народом, как это был Аарон, Елеазар, которые говорили волю Божью народу. Вот этот первосвященник в 49 стихе, вот что он говорит. Один же из них, некто Каяфа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, «Вы ничего не знаете, и не подумайте, что лучше нам, и не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя, но будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино. С этого дня положили убить его». Бог использует тех людей, которые не ищут Бога, не ищут веры, не ищут познания Бога. Бог все равно использует их. Вот такая интересная мысль из этого урывка тоже возникает. Это он сказал пророчески, что Иисус умрет за народ, не только за народ, но за всех рассеянных, чтобы собрать воедино. Как вы знаете, получается, есть разные стадии отвержения Бога. Все начинается с того, что признаю ли я, что Бог Христос. А дальше в этих стадиях отвержения Бога, неверия в Бога, человек может пойти далеко, человек может пойти не очень далеко, но разные есть последствия, разные есть люди. Но самое главное, что Бог все равно действует, как ему хочется. Бог действует в жизни даже этих людей, используя их для своей воли. Я не знаю, как Бог избирает того или иного, но я знаю, что Бог всегда во всех ситуациях работает со всеми. И в этой истории мы с вами видим, что очень много действующих лиц, начиная с посланника, который пришел к Марии, и, заканчивая первосвященником, ой, пришел от Марии к Иисусу, заканчивая первосвященником, со всеми Бог в этой ситуации поработал. И эти четыре дня, которые были задержкой, были причиной, чтобы прославилось имя Божье, и чтобы познали, что Бог пришел от Бога. И это было как раз и причиной, почему Его хотели побить камнями. Они не признавали, что Он Сын Божий. Они не признавали Его тем, который пришел от Бога. Признаете ли вы, что Иисус был? Признаете ли вы, что Он пришел от Бога? И признаете ли вы, что Он меняет и будет менять вашу жизнь? Что Он Господин вашей жизни? Вот что важно. Вот что важно понять в этой всей истории, для вас лично, для меня лично. И как мы с этой будем идеей, этой верой, этой информацией дальше жить? И последние действующие лица, это весь народ, весь Израиль. 54 стих. Читаем. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим. И там оставался с учениками своими. Почему? Потому что они решили Его славить. Они решили Его убить. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхой, чтобы очиститься. Многие люди, не только иудеи, но со всего всех, которые поклонялись Богу. Тогда они пришли очиститься. Ирония, да? Они пришли очиститься. Тогда искали Иисуса, и стоя в храме, говорили друг другу, как вы думаете, не придет ли Он на праздник? Преосвященник же и фарсии дали приказание, что если кто узнает, где Он будет, то объявили бы, дабы взять Его. И вот этот вопрос важный. Как вы думаете, не придет ли Он на праздник? Не придет ли этот, который сделал такое удивительное чудо, не придет ли нам бы посмотреть на него? Как вы относитесь ко Христу? Или это только Рождество и Пасха? На праздник. Как вы относитесь ко Христу? Или Он действительно является Господином и Сыном Божьим в вашей жизни? Или это всего лишь на праздник? Здесь ирония, что люди пришли очиститься в храм, а это непростое событие. Это очень много нужно было делать всех манипуляций или предписаний, традиций, чтобы очиститься и прийти, и потом кушать пасхальную жертву. Просто так нельзя было. И эти люди не принимают Иисуса совершенно. Есть факт, Бог победил смерть в жизни Лазаря. Есть факт, что Иисус говорит, Я Сын Божий. А они приходят и говорят, а не придет ли Он на праздник, чтобы нам на Него посмотреть? Каким выводом мы приходим из этой ситуации? Их много. Каждый сделает для себя разные выводы, потому что она очень комплексная, большая история. Но самое важное, это Иисус победил смерть. Веришь ли ты этому? Или это проходит возле твоей жизни, просто как принятие? Ну, пускай так будет. Веришь ли ты, что Бог является победителем смерти и смерть не является уже чем-то, что может приносить страх и контролировать твою жизнь? Вера в Иисуса – это точка, после которой начинаются изменения в твоей жизни. И вот какие люди были в этой всей истории? Ученики, Марфа, Мария, Лазарь, соседи, близкие, которые пришли плакать, фарисеи, начальники и вообще все люди. И каждый в этой истории брал свое. Каждый в этой истории по-своему это все воспринимал. И у каждого по-разному возрастала или наоборот исчезала вера. Но именно вера является ключом для познания славы Божьей. И закончить я хочу наши с вами размышления словами Иисуса с 25-26 стих. «Я есмь, воскресение – жизнь, верующий в Меня, если умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok